МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Переобразование, реконструкцию дорожной системы обсудили в мэрии Владивостока. Центральную часть более-менее стараемся поддерживать. У нас много проблем по проездам, по внутриквартальным проездам. Преподаватели и ученики против. Новую систему довузовского образования внедряют в ДВФУ. И вот своими действиями действительно довели ситуацию такого маразма, которого назвать нельзя. Свалка на тротуарах, рейд по нелегальным торговцам в районе автовокзала провели полицейские Владивостока. Заполнена улица полностью торгашами, грубо говоря, которые осуществляют незаконную деятельность. То есть выявляем, осуществляют административные протоколы. Также в выпуске кругом вода, последствия ливня продолжают устранять в Приморье. Без купюр. Группировку фальшивомонетчиков задержали сотрудники полиции. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Новые странности в деле Игоря Пушкарева. Адвокат Алексей Клёцкин провел подробный анализ с одного из ключевых документов по громкому уголовному делу. А именно судебной и строительно-технической экспертизе, которая устанавливала стоимость строительных материалов. Асфальта, щебня и бетонных изделий за период с 2009 по 2012 год. Эти цены сравнили со среднерегиональным уровнем цен. Алексей Клёцкин увидел ряд нестыковок в результатах экспертизы. О них же неоднократно заявлял и мэр Владивостока Игорь Пушкарев в судебных заседаниях. Создается твердое убеждение, что экспертизу назначили исходя не из компетенции экспертов и их специализации, а по принципу «там, где напишут как надо», говорит Клёцкин. Следующая интересная деталь – несоответствие предмета экспертизы ее названию. Экспертиза строительно-техническая, а вопросы в ней ставятся исключительно экономического характера. Результаты экспертизы говорят о том, что в некоторых случаях цена поставки стройматериалов муниципальному предприятию дороги Владивостока со стороны группы компаний «Восток Цемент» была не выше, а ниже среднерегионального уровня цен. Уменьшение стоимости по сравнению со среднерегиональным уровнем цен составило более 20 миллионов рублей или 11%. Сложно представить себе преступника, который, намереваясь причинить материальный ущерб, не обогащается, а наоборот – предоставляет скидку, да и вообще поставляет продукцию без оплаты. Резюмируя, эксперт отмечает, что выводы экспертизы носят спорный характер. Использованная методика к данному виду экспертиз неприменима. Сами эксперты необходимыми познаниями в соответствующей сфере не обладают, поскольку являются в основном техническими специалистами. Использована нормативно-правовая база, не относящаяся к рассматриваемому периоду. Во Владивостоке продолжают устранять последствия недавнего ливня, который прошел в ночь на 21 июля. Проливные дожди размыли дороги и подпорные стены. Сильный ветер обрушил деревья. Многие улицы были затоплены, а с Косогоров на проезжую часть сошел щебень. На уборку каждый вечер выезжают городские службы. Основной фронт работ начинается с 22 часов. Параллельно с большой уборкой в городе продолжается и большой ремонт дорог. Реконструкцию дорожной системы обсуждали сегодня в мэрии. В Владивосток ждут серьезные преобразования. Смена бордюрного камня, укладка тротуарной плитки, дорожного полотна. На брифинге побывала Ольга Продан. Одну из самых важных для каждого жителя Владивостока тему – ремонт дорог – обсуждали сегодня в администрации города. В этом году дорожное полотно латают повсеместно, а на Народном проспекте и Светландской провели демонтаж трамвайных путей. И это далеко не все преобразования, которые ждут краевую столицу. Впервые в этом году начала действовать госпрограмма «Безопасные и качественные дороги». Средства выделяются из федерального, краевого и муниципального бюджетов. В рамках программы «Комплексный ремонт» увидят улицы Верхнепортовая, Светландская, Выселковая, Гоголя, Фадеева, Народный проспект. Здесь заменят дорожное покрытие, уложат тротуарную плитку, поставят барьерное ограждение, новый бордюрный камень. За качеством работ будут следить муниципалитет, департамент дорожного хозяйства и Росавтодор. Подрядчика определит конкурс. Вы понимаете, что мы подрядчика не выбираем. Их выбирает 44-й ФСЗ, которые все идут на основании аукциона. И кто в этом аукционе победил, тот и становится подрядчиком. В рамках этого аукциона основным критерием является цена. Хотя я считаю, что это неправильно, что цена должна быть не главным фактором. Главным фактором должен быть опыт работы, наличие машин, механизмов, специалистов и так далее. Но закон есть закон. К восточному экономическому форуму подлатают, как обычно, только объекты гостевого маршрута. Например, сквера Щепково на Корабельной набережной. Также сделают две автостоянки в районе ДВФУ. Отреставрируют ландшафтно-парковую зону и университетскую набережную. Есть у города и своя собственная программа по развитию уличной дорожной сети. Но в этом году денег на нее выделили немного. Следовательно, и сделать муниципалитет может немного. Если в 2014 и 2015 годах ремонтировали больше 100 лестниц в год, то в этом году всего 40. По подпорным стенам у нас тоже очень большая проблема. Потому что мы каждый год в среднем где-то 6-8 подпорных стен ремонтируем, исходя из наших финансовых возможностей. И то в основном ремонтируем те, которые уже рухнули. Или те, которые уже, так сказать, вот-вот рухнут. У нас там где-то порядка 210 стен сегодня в городе. Необходимо ремонтировать. Но финансы нам это пока не позволяют. Сокращение финансирования сказывается на всей инфраструктуре. Нет возможности повсеместно менять ливневки, которые забиваясь, портят и дорожное полотно. Вовремя менять асфальт и заделывать ямы. Делать внутриквартальные дороги. Впрочем, новую систему ливневой канализации все же обещают сделать на улицах капитана Шефнера, Борисенко и космонавтов. Глобальные преобразования Светландской и Народного проспекта, где демонтируют старые рельсы, планируют завершить в октябре. Улицу Русскую, где вокруг колодцев и тепловых камер образовались огромные ямы, сделают приемлемой для движения. Капитальный ремонт будет сделан после того, как ФПС поменяет тепловые сети. Ольга Продин, Катерина Матвеева, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. Разрушенный тайфуном проезд через реку Крауновка в Уссурийском городском округе восстанавливают бригады дорожников. Как сообщили в Краевом департаменте гражданской защиты, на участке автодороги Корсаковка-Крауновка вода сошла с насыпи, где был проезд. Сейчас на объекте задействовано 10 человек и 4 единицы техники – грейдер, экскаватор и два самосвала. Сообщение с селом временно осуществляется при помощи лодочной переправы. Напомним, в пятницу 21 июля на территории Уссурийского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации. За 20 и 21 июля здесь выпало 134 миллиметра осадков. Это рекордные показатели за последние пять лет. Также из-за сильных дождей режим ЧС объявлен и в Яковлевском районе Приморья, где в зону затопления попали три населенных пункта – Варфоломеевка, Новосысоевка и Яковлевка, где под водой оказались около 30 подворий. На реках Края паводковая ситуация стабилизируется. Максимальные уровни паводка прошли на реке Раздольное. Сегодня по всему ее течению наблюдается интенсивный спад уровня воды. Сохраняется подтопление поймы в среднем и нижнем течении реки Раздольное. 26-27 июля река войдет в коренные берега, сообщает Главное управление МЧС России по Приморскому краю. Продолжается подъем воды дождевого паводка в среднем в течении реки Уссури. В нижнем течении реки Большая Уссурка. В нижнем течении рек Арсеньевка и Листая Малиновка интенсивность подъема воды уменьшилась. Сохраняется подтопление пойм на отдельных участках рек Уссури, Арсеньевка и Листая. На остальных реках Края отмечается спад уровня воды. В опасных явлениях не наблюдается. Всего к аварийно-восстановительным работам привлечено 98 человек и 31 единица техники. В том числе 37 человек и 8 единиц техники от МЧС России по Приморскому краю. К другим темам. В ДВФУ серьезная реорганизация системы довузовского образования. Преподаватели и ученики противятся новшествам, резонно заявляя, что их интересы не учитываются руководством вуза. Эту тему мы уже поднимали в информационных выпусках, а теперь вопрос был вынесен на заседание Законодательного собрания Приморья. Туда отправилась моя коллега Катерина Матвеева. За круглым столом Комитета Законодательного собрания Приморского края дебаты. Главным вопросом в повестке стала тема реорганизации ДВФУ. Благие намерения вуза оптимизировать систему управления столкнулись с яростным сопротивлением преподавателей и родителей учеников. Сейчас в ДВФУ 8 учреждений довузовского образования. Общий контингент составляет 2600 человек. Из них педагогов 295 человек, 8 директоров и 24 заместителя директоров. По мнению руководства, данная структура слишком громоздка и ее надо упростить. То есть централизировать ресурсы, оптимизировать персонал. Сделать это планируется, объединив лицей и колледжи в единую структуру – многопрофильный образовательный комплекс. При этом учебный процесс останется без изменений. У нас очередной этап такой происходит. Это вызвано тем, что ряд структурных подразделений у нас находится, реализует программы на тех площадях, которые мы в ближайшее время должны освободить и передать другим государственным структурам или же, так сказать, выставить на продажу. Официально подразделения могут сами выбирать, входить им в состав будущего комплекса или нет. Однако по факту преподавателей заставляют писать заявление на добровольно-принудительной основе. Процесс идет с грубыми нарушениями трудового кодекса. Главные претензии и те проблемы, которые возникли по поводу реорганизации системы довозовского образования ДВФУ, они заключаются в непродуманности проводимых мероприятий во всех смыслах – мотивационных, организационных и структурных. Нет соответствующих документов, которые разъясняли вот эти вопросы. Но больше всего негодуют родители учеников. И это неудивительно. Люди платят немалые деньги за то, чтобы ребенок получил среднее образование с навыками высшей школы – парами, сессиями, с комитетными преподавателями. Ситуация обращается тем, что, скорее всего, родителям придется вводить детей каждый год в новое здание. Нам было донесено до того, что таким образом, что дети начальной школы учатся в одном месте, дети среднего звена будут учиться в другом месте, дети высшего звена, то есть считается там 9, 10, 11 класс, они будут учиться в другом месте. Многие родители территориально приобрели недвижимость для того, чтобы дети поступили именно в эту школу. А по факту нам объявляют, что может случиться такая история, ваш ребенок доучился до 9 класса, и до 9 класса поедет, к примеру, как вот сейчас говорит Андрей Николаевич, где-нибудь на Алиутской будет учиться, а гимназия находится на Спиридонова. То есть, ну, понимаете, да? Представители вуза обещают, что в 2017-2018 учебном году обучение будет проходить в имеющихся зданиях по утвержденным учебным планам. Но в будущем объединения некоторых площадок в единый комплекс не избежать, и детям придется сменить не одну учебную площадку. По завершению заседания депутаты решили инициировать проверку Краевой прокуратуры соблюдения положений Трудового кодекса и подготовить обращение к Министерству образования и науки Российской Федерации относительно той ситуации, которая складывается вокруг действий ДВФУ. Катерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков, Новости на Восьмом. Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 стоимостью в 5 миллионов рублей угнали во Владивостоке. По данным местных СМИ, владелец внедорожника припарковался у дома номер 3 в Краснознаменном переулке и отлучился всего на 10 минут. А когда вернулся, машины уже не было. Потерпевший сразу же вызвал сотрудников полиции. Прибывшие на место происшествия полицейские опросили мужчину и организовали поиски похищенного автомобиля. Розыск подозреваемых в преступлении, а также внедорожника, продолжается. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой Без купюр группировку фальшивомонетчиков задержали сотрудники полиции. Тигр Владик вновь в центре внимания. Операция «Курорт». Полицейские следят за безопасностью отдыхающих. Генеральный партнер выпуска – сеть мебельных гипермаркетов «Азбука мебели». Даже ребенку понятно. Скидка в 40% – это очень приятно. Весь июль в «Азбуке мебели» скидки до 40% на всю мебель в детскую и домашний офис. «Азбука мебели», «Азбука мебели». Сегодня с вами я, Анна Бережная. И мы продолжаем. Без купюр группировку фальшивомонетчиков задержали сотрудники полиции. Тигр Владик вновь в центре внимания. Операция «Курорт». Полицейские следят за безопасностью отдыхающих. Участников межрегиональной группы подозреваемых в изготовлении и сбытии поддельных пятитысячных купюр в Приморском крае задержали сотрудники полиции. Об этом сообщило Министерство внутренних дел России. В ходе оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о структуре группировки, ее организаторах и активных участниках. Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, УЭБ и ПК МВД России по Республике Дагестан, УЭБ и ПК ОМВД России по Приморскому краю и УФСБ России по Республике Дагестан пресечена деятельность межрегиональной группы, участники которой подозреваются в изготовлении и сбытии поддельных денежных знаков номиналом 5000 рублей на территории Северокавказского федерального округа и Приморского края, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Задокументированы факты сбыта фальшивок в Приморском крае и Республике Дагестан на общую сумму свыше 2 миллионов рублей. На основании собранных материалов возбуждены три уголовных дела по части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. По местам жительства и работы подозреваемых проведено 10 обысков, изъято оборудование, с помощью которого злоумышленники имитировали защитные признаки на поддельных денежных купюрах, добавила Ирина Волк. Двое организаторов задержаны в отношении троих участников группы, применена мера принуждения, обязательства о явке. Оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности других участников группы и возможных дополнительных эпизодов их противоправной деятельности продолжаются. Напомним, что по данным Банка России с апреля по июнь на Дальнем Востоке его территориальными подразделениями обнаружено 158 фальшивых денежных купюр, большинство из которых банкноты номиналом 5000 рублей. Тигр Владик, ставший известным своими прогулками по пригороду Владивостока в октябре 2016 года, успешно охотится в национальном парке Бикин, сообщает информагентство Приморье-24. Полевая заверка мест пребывания Тигра Владика, выпущенного после полугода реабилитации на территорию нацпарка, показала, что тигр освоился на новом месте, переплыл реку Бикин и отобедал лосим. Центр Амурский тигр и ВВФ России вместе с нацпарком Бикин отслеживают перемещение Тигра Владика, который был выпущен в дикую природу 15 мая 2017 года. Для этого на животное надели специальный ошейник с GPS-модуля, данные из которого подвергаются полевой заверке. Тигр Владик уникален во многом, и после выпуска он повел себя нестандартно. Вернее, не так, как ранее выпускавшиеся самцы тигров. Самое главное, что он держится в отдалении от людей и добывает себе пищу, комментирует директор дальневосточного филиала Центра Амурский тигр Сергей Арамилев. Напомним, что тигра поймали через два дня поисков в районе бухты Шамара в конце октября 2016 года и поместили в Центр реабилитации в Алексеевке. Имя хищнику выбрали с помощью голосования. В середине мая его выпустили в нацпарк Бикин в Приморье. Курортный сезон в Приморье в самом разгаре. Массовый заезд отдыхающих традиционно приходится на вторую декаду июля. Излюбленные места отдыха – города Владивосток, Партизанск, Находка, а также Хасанский, Ханкайский, Партизанский, Ольгинский и Кировские районы. Подавляющее большинство туристов – жители дальневосточного региона. В целях обеспечения общественного порядка и безопасности на территории Приморского края сотрудники полиции проводят операцию «Курорт». Оперативно-профилактические мероприятия направлены на повышение уровня безопасности дорожного движения и снижение аварийности, пресечения фактов незаконного предпринимательства в местах массового отдыха, а также выявления нарушений правил безопасности на пляжах. Помощь в проведении профилактических рейдов, предупреждению и пресечению административных правонарушений, а также разъяснению отдыхающим норм действующего законодательства сотрудникам полиции оказывают члены добровольных народных дружин. В местах традиционного летнего отдыха жителей и гостей Приморья выставлены дополнительные посты полиции. Проведены занятия с руководителями и персоналом объектов летнего отдыха. Сотрудниками негосударственных охранных структур. Темой профилактических встреч стали вопросы обеспечения безопасности, действия при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также способы связи с сотрудниками полиции при осложнении обстановки. Сотрудники негосударственных охранных структур ориентированы на недопущение происшествий на охраняемых ими объектах и принятие мер по защите прав и законных интересов детей и подростков. В течение всего летнего периода сотрудники полиции обеспечивают безопасность детского отдыха, который находится под особым контролем. Родители и законных представителей несовершеннолетних просим информировать органы внутренних дел о недостатках правоохранительной направленности в организации летнего отдыха и деятельности детских оздоровительных учреждений. По каждому сообщению будут приняты необходимые и своевременные меры реагирования. Для увеличения плотности и максимального приближения нарядов патрульно-постовой службы к местам массового отдыха, включая детские оздоровительные учреждения и пришкольные лагеря, внесены коррективы в планы комплексного использования сил и средств органов внутренних дел. А тем временем очередной рейд по нелегальным торговцам в районе автовокзала провели сегодня полицейские. Каждый день они оставляют десятки протоколов на тех, кто продает свои товары, не имея разрешения. Район автовокзала превратился в настоящую свалку. Коробки и отходы бросают прямо на тротуары. Горожане неоднократно обращались в редакцию «Восьмого канала» и выражали возмущение, что торговля происходит прямо на тротуарах. В рейд по продавцам-нелегалам вместе с полицейскими вышла и наша съемочная группа. Это не первый протокол, который за сегодняшний день приходится заполнять инспектору. Права на продажу своей продукции многие здесь не имеют. Поэтому, завидев людей в форме, торговцы срочно сворачивают свои лавочки. Один наш документ на машину ушел, за товаром ушел, сейчас здесь тоже посмотрит, может здесь найдется. Такие рейды по торговым рядам на русской полицейским приходится совершать каждый день, часто вместе с прокуратурой и администрацией советского района. Заполнена улица полностью торгашами, грубо говоря, которые осуществляют незаконную деятельность. То есть выявляем, осуществляют административные протоколы. За один рейд полицейские составляют до 10 протоколов. Штраф, однако, небольшой – до 2000 рублей. Поэтому бесстрашные торговцы снова разворачивают свою деятельность. Это возмущает горожан, и они присоединяются к полицейским в их рейдах в качестве народных дружинников. Я думаю, что дружина должна быть, потому что с помощью таких, как мы, выявляют всякие нарушения, просто не должны оставаться в стороне такие. Просто не все сотрудники полиции могут вовремя предотвратить что-то. А так мы где-то что-то реагируем, также им сообщаем. Часто незаконную торговлю бдительные граждане пресекают. Например, партию несанкционированного лёгкого алкоголя в местном магазинчике накрыли по звонку из Москвы. Жалоба поступила из общественной организации «За трезвую нацию», называется, находится в городе Москва. То есть, видать, люди, какой-то гражданин, который неизвестен, написал жалобу на их сайт «Градус.нет». А потом уже эта организация проверяет сама, имеет ли магазин лицензию, и направляет, если удостоверяют, что лицензии в магазине отсутствуют, они направляют материал нам. Ходить в форме инспекторы по исполнению административного законодательства во время рейда не могут. Выдают себя за обычных покупателей. Ведь завтра снова выходить в рейд. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. И к новостям спорта. Волейбольный клуб «Приморочка» в преддверии сезона пытается сохранить состав. Удержать всю команду руководству не удалось. Тем временем моряки ТОВ выявили сильнейший в гребле на шлюпках. Традиционные соревнования посвятили предстоящему празднику военно-морского флота. А еще стритбол станет доступен каждому. Во Владивостоке стартуют еженедельные любительские игры по уличному баскетболу. Подробнее обо всем этом Максим Яковлев. Волейбольный клуб «Приморочка» пытается сохранить состав. Руководство команды продлило контракты сразу с семью игроками. В сезоне 2017-2018 приморский коллектив продолжит защищать центральные блокирующие Светлана Чеснокова и Анастасия Бурдюкова, диагональная Марина Бондарева, связующие Ольга Лифанова и Екатерина Клименко, либера Вера Гниломедова, а также доигровщица Юлия Гельманова. Однако оставить всех руководству не удалось. «Приморочку» покинули четыре немаловажных спортсменки. Евгения Снегирева и Елена Бабкина продолжат карьеру в Нижегородской спарте. Либера Алена Бек перешла в родной Тюмень-ТюмГУ, а Наталья Решетникова перебралась в Уфимочку. В наших планах было сохранение состава. Всем игрокам было предложено продлить контракты с «Приморочкой». Но по ряду причин не все выбрали наш клуб в качестве продолжения карьеры. Для них двери клуба не закрыты. Мы будем рады видеть их в нашем составе в любое время. Старт нового сезона высшей Лиги А начнется только в октябре. Напомню, что прошлый чемпионат закончился для «Приморочки» с серебряными медалями и лучшим результатом за всю историю команды. Моряки Тихоокеанского флота сошлись в гребной гонке. На базе спортивного центра ЦСКА во Владивостоке прошли традиционные соревнования «Погребли на шлюпках», посвященные Дню Военно-морского флота России. В мероприятии приняли участие более 100 человек в составе 15 команд. Вместе с военными моряками в борьбу вступили и представители спортивных обществ города и края. По итогам напряженной гонки чемпионом ТОВ стал коллектив разнородных сил «Шторм». Второе место завоевала команда соединения морской пехоты «Залп», а замкнула тройку лидеров ракетное соединение береговых войск «Ракета». Стоит отметить, что традиционный чемпионат в этот раз был проведен в рамках 85-й спартакеады Тихоокеанского флота. Во Владивостоке стартует серия любительских матчей по стритболу. Традиционное мероприятие «Гетто-баскет» будет собирать в центре уличного баскетбола «Спартак» всех желающих приобщиться к этому виду спорта. Такие встречи не имеют статуса турнира или чемпионата. Как отмечают организаторы, это спортивное времяпрепровождение с музыкой матчами 3 на 3 на вылет, а также с розыгрышем многочисленных призов. Попробовать себя в стритболе смогут жители или гости Владивостока любого возраста. Главное – заранее или на месте собрать команду из четырех человек и вовремя выйти на корт. Традиционно матчи «Гетто-баскет» будут проходить без надзора судей. Нарушения и фоллы объявляют сами команды. Все споры решаются самостоятельно. Принять участие в баскетбольных вечерах можно на Овчинниково 34 в любой четверг с 17.00. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Серьезные преобразования. Реконструкцию дорожной системы обсудили в мэрии. В городе меняют бордюрный камень, укладывают тротуарную плитку и дорожное полотно. Преподаватели и ученики против. Новую систему довузовского образования внедряют в ДВФУ. Вопрос рассматривает законодательное собрание Приморья. Без купюр. Группировку фальшивомонетчиков задержали сотрудники полиции. Общая сумма сбыта поддельных пятитысячных купюр мошенниками в Приморском крае Республики Дагестан превышает 2 миллиона рублей. Операция «Курорт». Полицейские следят за безопасностью отдыхающих. Порядок обеспечивают на всей территории Приморья. Очередной рейд по нелегальным торговцам в районе автовокзала провели сегодня полицейские. Каждый день они составляют десятки протоколов на тех, кто продает свои товары, не имея разрешения. На сегодня это все. Есть что добавить. Заходите на страницы 8-го канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8-й канал. Главное – Владивосток. Сезон спидвея в разгаре. Очередная домашняя гонка в рамках командного чемпионата России по спидвею пройдет во Владивостоке уже завтра, 26 июля, на стадионе «Авангард» в 19.00. На этот раз наша команда «Восток» встречается со спидвейным клубом «Октябрьский». Жители и гостей города приглашают прийти и поддержать спидвеистов. А пока мы предлагаем вспомнить, как прошла первая гонка. Прямо сейчас, без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была я, Анна Бережная. Увидимся на Восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...